Всем привет! Меня зовут Сергей. Приветствую вас на канале 1Серж23. Несмотря на то, что сейчас достаточно сложная ситуация по материалам, особенно для ходовых тентов, в данном ролике я вам расскажу, имеет ли вам смысл экономить на материалах ходового тента, если вы решили его сделать. Сейчас передо мной лежит штатный тент на катер Ладога М, катер российского производства. Тент, я так понимаю, сделан был непосредственно на заводе, то есть либо продан с лодкой. Тенту 2 года. Выполнен он из следующих материалов. Он выполнен из 0,7 стекла, гибкого стекла китайского производства. И, соответственно, выполнен из ткани Oxford 600D PU Ripstop. Ещё раз говорю, тенту 2 года эксплуатации. То есть этому тенту реально 2 года эксплуатации. А теперь смотрите, что с ним случилось за эти 2 года. Вот изначально стекло, цвет тента был вот такой. То есть он был тёмный синий цвет. Вот 2 года работы на солнце, и тент уже весь побелел. Он ещё не разрушается. Он ещё не разрушается, поскольку, видимо, эксплуатируется редко. Но уже близко к этому. А вот со стеклом случилась вот такая вот ситуация. Вот смотрите. Вот показываю. То есть всё стекло полностью разрушено. Это к вопросу о китайских стёклах. То есть если вы думаете, что это вот только вот этот элемент, вы заблуждаетесь. Вот я только что элемент поменял. Вот у него вот это с этого же катера. То есть это как выглядела вот элемент, боковая панель данного тента. Ну и соответственно, как это мероприятие выглядит после того, как я это стекло поменял. Всё. Вот. Это стекло уже заменено. То есть я вам показал вот непосредственно стекло, которое я снял. А это вот стекло. Вот оно показывает. Вот это вот тент, элемент тента уже готов. Сейчас я его сложу аккуратно. Итак, если вы сэкономите на материале, что вас ждёт? При постоянном использовании максимальный срок службы, если при отсутствии серьёзной ветровой нагрузки, как, например, это бывает, например, на обычных, на тентах этих, как его называется, для транспортировки и хранения, максимальный срок службы Оксфорда 600 ДПУ это от одного сезона до двух лет. То есть по сути своей вот этот тент по идее подлежит утилизации. Потому что вот сейчас я поменяю стекла. Владелец катера заплатит за замену стёкол. А после этого, через год, на следующий сезон, у него весь тент разрушится. То есть, ну, сейчас, говорю ещё раз, экономическая ситуация сложная. И поэтому как бы принято решение поменять стёкла. Вот. А так, имейте в виду, то есть, если вы хотите сэкономить на материале, то в конечном итоге просто у вас будет двойная оплата по изготовлению тента. Потому что даже если полностью, допустим, перешить тент, перешить тент по выкройке, ну, наверное, это стоит, наверное, дороже, чем изготовить новый тент по катеру. Потому что разобрать всё это мероприятие, переделать его, это, в принципе, очень серьёзная такая хлопотная работа. Но если, говорю, если ещё раз, если тент используется раз от разу, то есть я иногда сам делаю тенты для из Оксфорда, то есть когда, например, если ваш тент используется, вот вы его не храните, вот этот катер всё-таки хранился на солнце. А если вы не храните его, допустим, на солнце, то есть если вы пришли на место рыбалки и только порыбачили, то, вероятнее всего, Оксфорд вам послужит. А если, допустим, вы его будете хранить от одного сезона, а может так получиться, что в южных регионах, вот мне пишут люди с южных регионов, с солнечных регионов, где, допустим, море, где очень высокая степень поражения тентовых конструкций ультрафиолетом, Оксфорд не выдерживает и одного сезона. Ну а со стёклами, вот вы видели, вот стёкла получаются вот такие. То есть это характерно для китайского стекла. Я не думаю, что здесь вот конкретно, вот данное стекло, что оно было именно вот, например, там всё переляпано. Я не вижу здесь следы вот испачканного стекла, там или ещё что-то. Но я вижу однозначно, что данное стекло полностью сгорело. Это ещё раз говорю, это дешёвое китайское стекло. Причём стекло 0,7 мм. То есть оно полностью, вот оно всё вообще, вот всё. Это уже не стекло, это сгоревшее ПВХ. Оно выглядит именно так. Так что вот, ролик чисто познавательный, на предмет того, имеет ли смысл экономить, какие бы обстоятельства не были. Потому что за работу придётся всё равно платить. Работа всё равно по изготовлению тента стоит определённых денег. И что используется при этом? Дорогие материалы, что дешёвые материалы, стоимость работы будет идентичная. А так, если у вас уже такая ситуация произошла, и если вы действительно, вот нужно поменять стёкла, вот, пожалуйста. Вот такое, по сути, было. После замены в стёкл, вот такое встанет. Вот эта панель уже готова. То есть осталось ещё мне 3 элемента переделать, и тент будет закончен. То есть всего у него 4 элемента. Так что вот, будут вопросы, либо вы уже попали в ситуацию, когда нужно это всё мероприятие ремонтировать и менять. Пишите мне на почту, почта, как всегда, 1серж23собакамэлл.ру Обязательно всем отвечу. А так, надеюсь, ролик был для вас познавательным. Как ещё раз говорю, то есть мы не настолько богаты, чтобы пользоваться дешёвым материалом. Вот это действительно, вот с точки зрения тентов, это очень-очень правильно. То есть недостаточно богаты, для того, чтобы платить дважды за работу. Работа нифига не дешёвая. И при этом выбрасывать через 1-2 сезона буквально деньги обратно на ветер и заново всё это заказывать. Так что здесь, вот как бы хреново всё это дело не было, то, что сейчас идёт, экономить, наверное, не получится. Так что вот, будет вопрос. Вопрос, как всегда, ещё раз говорю, может сдавать не на почту. Там же я принимаю заказы на размещение работ по изготовлению тентов, по ремонту котиров и лодок. Почта 1серж23собакамэл.ру Пишите, обязательно всем отвечу. А так, спасибо за внимание. До свидания.